всем большой привет и сегодня как вы уже поняли по заглавию я вам хочу рассказать о цветоносах и соответственно буду рассказывать на примере своих любимых эквестрисов но буду делать ремарочки по поводу других фаленопсисов в принципе более-менее одна такая и та же природа у фаленопсисов в плане цветоносов единственное что некоторые фаленопсисы любят больше ветви цветоноса другие не любят ветви цветоносы кто любит давать деток кто-то не любит давать деток то есть тут более так индивидуально но я думаю никто не поленится обо всем этом очень прекрасно написано когда вы читаете собственно матчасть скажем так информацию про свои растения и сразу хочу сказать очень огромное такое спасибо от меня тем кто спросил про цветоносы и в комментариях предыдущем видео на моем канале и в фейсбуке в мессенджере и в вайбере кто вообще и на форуме задал мне вопросы про цветоносы это видео выходит благодаря вам вы меня натолкнули на идею снять собственно отдельно про цветоносы и так первое что я хочу сказать это откуда у нас цветоносы появляются у моноподиальных орхидей которыми являются наши фаленопсисы у фаленопсиса цветонос появляется из пазухи листьев там у нас находятся цветочные почки появляться может одновременно сразу несколько цветоносов это конечно же зависит от здоровья вашего растения и от привычек фаленопсиса от того насколько он уже взрослый насколько он долго насколько он адаптированный насколько он накормлен и насколько у него достаточно света перепада температур и подобного поэтому в принципе достаточно тяжело как бы так забыла слова спутать перепутать цветонос с корнями корни появляются из стволика отовсюду вот из любой точки стволика цветоносы четко из пазухи листьев он не может появиться где-то в другом месте если вдруг у вас цветонос прорвался где-то в другом месте это означает что он не смог разорвать лист там где нужно прополз где-то вот вдоль складки листа и вылез чуть-чуть не там тут можно помогать можно надрывать листик и помогать цветоносу выбраться кстати да бывают случаи когда цветоноса не получается выбраться самостоятельно тут нужно аккуратненько ему помочь хочу заметить это очень важно об этом многие забывают цветонос это такая же часть растения как и все остальное и строится он из тех же материалов а самым главным строительным материалом кирпичиками для нашей орхидеи является азот и если у вас орхидея не докормлена азотом то чтобы нарастить новый цветонос она остановит остальные процессы вашей орхидеи она может остановить рост корней может остановить рост листьев может не остановить рост листа но лист вырастет меньше обычного она может засушить нижние листья да для того чтобы взять там этот нужный ей азот и пустить ее на его на строительство цветоноса опять-таки я очень обобщенно говорю очень просто вообще это очень такой интересный процесс но он очень сложный очень много терминов мне вот нравится более вот так вот просто это объяснять и так поэтому для построения цветоноса нам все равно обязательно нужен азот поэтому скажем так нельзя взять решить в один день я хочу чтобы зацвел и начать пичкать до фосфором и к да азот фосфор калий фосфором и калием прям вот надо не забывать давать и азот конечно же причем на формирование цветоноса на его появление для зацветания влияет не только то дали вы в достаточном количестве фосфор и калий в своих удобрениях или нет на это влияет и перепад температур еще не забываем про привычку цветения например когда мы берем природников есть у некоторых фаленопсисов нету вот это вот сезонность цветения у них пики наблюдаются в более прохладное время и обычно пишут что это сентября ну скажем так это в основном осень и весна но обычно пишет сентября по май вот самые пики это сентября по наверное до декабря и потом вот уже начиная с февраля и по май когда вот этот момент когда самые большие перепады у получаются на окне и зимой тоже кстати часто вот удивляются почему летом не цветут зимой цветут летом сильно жарко и многие растения замедляются и отказываются от цветения чтобы сохранить свои силы а в декабре у нас получается у кого стоит на подоконнике такая морозяка от стекла а потом днем такой жар от батареи и конечно же вот этот перепад играет свою роль и они у нас зацветает следующее это количество цветов и ветвление цветоноса ну простимулировать ветвление цветоноса как бы просто вот пока он растет тут мы не властны скажем так я не люблю вот эти всякие гормональные пасты не советую ними просто так для забавы чтобы вас там пышнее зацвело мазать и гормональные всякие жидкие вариации тоже я не приветствую если он то он у вас захочет ветвиться он будет ветвиться есть фаленопсис и подбирайте которые очень любят ветви цветоносы прямо обожают но когда у вас уже отцветает фаленопсис если вы хотите чтобы он разветвился тогда вы обрезаете цветонос до первой живой почки скажем так начиная от отцвевших уже почек да тут правил на самом деле существует несколько некоторые говорят что надо оставлять одну живую почку начиная от ствола растения некоторые говорят надо обрезать до первой живой почки то есть все отцвевшие смотрим и отрезаем когда вот видим первую с конца скажем так некоторые предпочитают составлять 2-3 живые почки вот но опять таки если вы обрежете может пойти один боковой цветонос может разрастись очень много боковых цветоносов лучше всего боковые цветоносы растят конечно же здоровые взрослые адаптированные растения то есть не ждите в первый второй год когда у вас действительно вот такие пышные ветви будут выпускаться в большом количестве когда у вас растение давно она привыкла к вашим условиям вы хорошо ухаживаете то есть если у вас темно сухо не надеетесь любите свои фаленопсисы создавайте все таки условия не поленитесь немножко до светочки чуть повыше влажность как-то локально для них сделать старайтесь и вы обязательно увидите они тоже постараются для вас в ответ дальше наверное это детки детки на цветоносах практически у всех фаленопсисов я видела кто-то это любит больше кто-то меньше у кого-то на такие мифические детки то есть у двух-трех человек было но это действительно было у других нет очень часто деток нет потому что нет нужных условий да опять таки те кто не любят детковаться вы еще не дадите им желаемых условий они не дадут вам детку скажем так фаленопсис эквестрит большой любитель детковаться он будет отовсюду выпускать эту детвору по всякому хотя кстати тоже слышу достаточно большого количества людей что нету детворы ребят условия улучшайте условия не знаю лучше кормите лучше светить больше влажность давайте теплее кстати да чтобы было например детка на цветоносе вместо цветения надо держать теплее и убрать перепад температур или хотя бы минимум свести потому что при зарождении вот собственно цветоноса будут этот цветонос или детка влияет именно вот этот перепад температур но еще поговаривают что можно резко перекормить азотом и он переродит цветонос в детку я честно говоря не пробовала бытует такое мнение я не проверял скажу вам и опять таки если вы хотите на детки вернее детки на цветоносах то ставьте где-то где потеплее где нету перепада где так влажненько хорошо и детки у вас пойдут но опять таки никогда не забываем когда я говорю о влажности никогда не забываем про циркуляцию воздуха и не просто про циркуляцию воздуха внутри да там орхидариума не знают эрариума закрытого аквариума банки но и приток свежего воздуха должен быть обязательно иначе сопреет и сгниет так детки детки могут появиться как на кончике цветоноса это вот вот на так и вот я тут все думала это будет детка или цветонос наводись к фокус вот но судя по всему судя по тому как она утолщилась это будет все таки детка и вот я вижу видите это боковые почки тут цветонос начал засыхать засох четко до этой живой почки откуда дал детки я его обрезала засыхать он начал когда детки уже были он дошел до сюда во и перестал засыхать был срезан и вот так вот они прекрасно растут из боковых почек в этом случае вот именно в этом вот эти три детки были даны потому что мамка собиралась помереть вот она их так растила растила и потом поняла что может все-таки не надо помирать жизнь у меня улучшилась условия улучшились дала новые корни продолжает жить детвора продолжает расти и вот собственно когда она решила жить дальше детвора стала расти гораздо активнее и когда кстати много действительно детворы растет на вашем фаленопсис это вы подумайте подкинуть так немножко дополнительного может азотика стоит чтобы она не забирала силы из других своих процессов скажем так по деткам очень многие часто переживают что вот эти вот воздушные корни в общем то давайте так фаленопсис это эпифит поэтому у него по сути все корни воздушные и всем корням нужен воздух поэтому для фаленопсиса очень важен аэрируемый субстрат очень важно чтобы было много воздушных карманов любят у него корни в воздух вот вот это вот природа его так создала поэтому как бы вот это вот название воздушные корни это уже баловство любителей скажем так вот эти вот корешки многие любят вот так брать и опрыскивать дополнительно поливать по сути вы это делать можете пожалуйста это никак не вредит но этого можно и не делать лучше в такой ситуации локально скажем так если вы можете не совсем локально но по крайней мере в вокруг этой орхидеи поднять влажность и эпифитные корни классные тем что они берут вот эту вот нужную им влагу и еду соответственно из окружающей среды то есть из воздуха корешки впитывают и уже отдают этой детки плюс детка находится на цветоносе и питательные вещества в плане удобрений приходит к ней от мамы плюс конечно же можно использовать листовую подкормку без проблем это тоже очень классно работает с орхидеями не надо бояться что детвора сосет много сил из мамки нет а то я знаю есть многих то боже мой детки надо срочно срезать срезать а то мамка погибнет если у вас орхидея была здорова у нее появилось много деток и она после этого начала погибать значит вы ее не докармливаете потому что если у нее так много деток и надо поддерживать и себя и деток и вы должны дать ей немножко больше влаги немножко больше удобрений возможно то есть опять таки тут очень осторожно не увеличить концентрацию а например чуть чаще давать но при этом надо будет промывать хорошо субстрат чтобы не накапливались соли отрегулировать конечно же полив под субстрат тут бесспорно но вот следите орхидеи у которой очень много детворы и у вас например недостаточная влажность начнет гораздо быстрее просыхать если у вас достаточная влажность детвора будет максимально питаться из вот этой вот влажности в воздухе поэтому не надо сбежать скорее срезать не надо переживать что конец этим корешкам там еще что-то просто надо немножко больше внимания уделить и подрегулировать свой уход и условия скажем так дальше когда же можно отрезать когда ваша скажем так детка на орхидеи достигнет определенного размера тут все зависит от размера материнского растения да для кого-то вот это будет уже взрослая огромная детка на которую можно срезать и посадить для кого-то это будет только зачаток то есть вот это у гиганты и не надо срезать или убилины у эквестериса в принципе вот это уже можно срезать и отсадить корешков должно быть по учебнику скажем так 23 длиной в районе пяти сантиметров но давайте так опять таки по честному вернемся к вот этим вот этого товарища уже можно отсаживать хотя у него нету пяти сантиметров корешков но вот этого ему будет достаточно у него кстати очень много корней которые будут его питать и вот вот это уже товарищ которого можно спокойно смело отрезать и посадить мамка у него тоже не крупная поэтому это вот тот хороший размер вот этот товарищ покрупнее поэтому например вот эту детку я бы не срезала я вообще любитель подстраховаться поэтому я бы вот эту детку дорастила хотя бы до 3 сантиметров чтобы листья были и вот с этими корешками бы и срезала понятно то есть тут индивидуально немножко проявляем так не падать самостоятельности так оцениваем здравое растение уже решаем отрезать или не отрезать спрашиваем у товарищей которые в этом собаку съели и делаем так посадка этих деток значит многие совершают ошибку садят эту детку в очень влагоемкий субстрат не надо у нее корни привыкли к максимум воздуха минимум влаги поэтому есть такой миф достаточно неправильно и все пихают максимально влагоемкий субстрат не надо потому что при таком варианте у вас корни могут сразу эти кирдыкнется и у нас останется детка без корней у которой не хватит сил нарастить новые лучше вот к деткам посадить в такое покрупнее покрупнее именно для этой детки то есть мы не берем как куски коры для ванды думаем думаем так головой просто не сажаем вот это знаете как называют мусор от коры вот это вот в такую мелкую щепочку сажаем в кору где-то в районе я сажаю в кору в районе сантиметра моя хорошая знакомая сажает в кору где-то 5 миллиметров вот как то так ну помним вот у них корни привыкли быть на воздухе получать минимум влаги поэтому если вы сильно влажным жахните они могут отвалиться и пока детка поэтому все делаем с умом и что-то я уже цветоносов перешла на деток вернемся назад к цветоносам к тому что хотим деток хотим продолжение цветения не спешим обрезать если цветонос закончил свое цветение на время замер особенно это касается вот например того же эквестериса он вам может через время раз и опять начать растет дать новую волну цветения и тут опять таки все зависит он может выдать огромную гроздь снова и у вас будет шикарное цветение может выдать вот я этого очень люблю когда он начинается вот этот по два-три цветочка по два-три цветочка и он вам раз в две-три недели два-три цветочка ой не люблю эту тягомотину и ну скажем так если она стоит далеко и меня особо не трогает как это обычно бывает то я особо на этом внимание не заостряю но бывают случаи когда мне это настолько надоедает что я просто отрезают от живой цветонос опять таки до первой живой почки и тогда все таки я вижу о том то что вырастает уже полноценный еще один боковой цветонос который дает красивую гроздь и я не терплю вот это вот две коллеги еще две коллеги скажем так ну здесь дело вкуса опять-таки есть такие фаленопсисы как корнуцерви да все мы знаем оленерогий у них вот тут расписа еще такой вот интересный плоский цветонос и такой как шипастенький им не срезаем им срезаем только если они засохли потому что они вот так вот наращивают все время наращивают и цветут наращивают цветут они могут вот этот цветонос у них практически вечные они за свою жизнь могут наращивать этих цветоносов 20 штук все одновременно будет живые разного возраста все будут свести смотрится это космически бомбически и не срезайте вот у них такая природа роста у других фаленопсисов в принципе цветоносы тоже могут быть достаточно вечными но для этого нужны условия и вот просто держа на подоконнике с то что есть в том и живем условиях то вы этого не увидите те кто растят в теплицах или в орхидариумах с контролируемыми условиями те часто наблюдают что вот вот эти цветоносы с этими детками живут много много лет никто ничего не отсушивает и всем всего хватает вот такой краткий курс молодого бойца по цветоносам и уже затронула детки на цветоносы и уже о боже почти 20 минут видео ну прости меня за такое длинное видео потому что тут получилось две темы в одной я надеюсь основное я осветила получилось не очень коротко но понятно всем огромное спасибо за просмотр тем кто досмотрел до конца вам просто медали спасибо действительно большое спасибо и ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии делитесь с друзьями и всем вам солнечных дней пышных цветений пока пока